Здравствуйте! Стартовала последняя неделя уходящего года, которая завершится боем курантов. Его традиционно сменяет новогодняя канонада. Минуты, переполненные праздничным настроением, переливы гирлянд, сверкание бенгальских огней и яркие всполохи салютов. Вот чтобы праздник запомнился только счастливыми моментами, стоит соблюдать меры предосторожности. О них сегодня в программе «Факты. Мнения» поговорим с руководителем торгового дома «Салют» Сергеем Горбачевым. Сергей Иванович, с наступающим! Рад вас приветствовать в студии. Прежде всего, на что нужно обращать внимание, когда мы покупаем пиротехнику? Конечно же, на точке реализации в первую очередь. Как и продукцию, любую мы приобретаем. Сначала хотелось посмотреть, где это продают и как это выглядит. То есть, зачастую, в первую очередь, внешний вид уже половину, скажем так, дает нам, скажем так, ответов на вопросы. Поэтому, где и что. Дальше уже все как обычно. А какие есть ограничения у тех, кто торгует пиротехникой? Загон регламентирует некоторые вещи, скажем так. Нельзя продавать пиротехнику в многоэтажных домах. На первых и других этажах. Запрещена также продажа пиротехники с лотков. Имеется в виду на рынках, на остановках, на тротуарах. То есть, вот такие вещи. Их несколько, но они есть. Это то, что запрещено. Вот такие. Вот существует такое понятие класс опасности. Что это за такая категория? Как она регулируется? На это следует обращать внимание при покупке? На это следует обращать внимание. Но, по большому счету, здесь это ответственность, опять же, продавцов. И, как бы, покупатель должен обратить на это внимание. Знать, что надо. С первого по третий класс опасности эта продукция разрешена в свободной продаже. То есть, в розничной сети, в любом из магазинов, который отвечает требованиям по большей безопасности и так далее. А четвертый, пятый и так далее, это уже изделия для применения профессионалами. Для этого там требуются лицензии, для этого требуются, собственно, обученные люди, которые имеют удостоверение, что они прошли обучение. Площадки определенные специальные там. В общем, достаточно высокий там перечень услуг. Не услуга, как это сказать, перечень ограничений. Что можно делать, чего нельзя, почему. Первый, третий – это свободная продажа. Первый класс, это, скажем так, к первому классу относятся такие изделия, как те же спички. Спички, как пиротехника? Да, да, конечно же. То есть, они разрешены, в принципе, продажи, даже там чуть ли не в предкассовой зоне. К большому счету, это есть, это свободно, да. Также относятся к ним малые хлопушки, малые там бенгальские огни, бенгальские свечи. Это тоже все относится к первому классу опасности. Что такое первый класс опасности? Это радиус опасной зоны. То есть, в пределах которого находиться небезопасно. Скажем там, до 50 сантиметров опасная зона, это все считается там первому классу. До 5 метров, там идет там 5 метров опасность. Третий класс, это уже свыше там до 5 метров, до там 30-35 метров. Ребенок может приобрести пиротехнику? Ну, скажем, самую безопасную? В наших магазинах однозначно нет. То есть, как бы в наших магазинах мы принципиально выдерживаем правила, до 18 лет мы можем только показать, рассказать и дальше приведите старшего. Некоторые там как бы играются, разделяют эти вещи там до 16 лет. Имеется в виду, что как раз в первый, второй класс, они действительно там разрешена свободная торговля и приобретение и продажа там в возрасте с 16 лет. С 16 лет. А, скажем так, для того, чтобы мы не сомневались и за действия, и за свою, собственно, безопасность, и наших покупателей, и их детей, мы сразу поставили ограничение. 18, точка. Там вот, скажем, на тех же тротурах, о которых вы говорили, могут продать и детям. А какие меры ответственности на сегодня? Как закон регламентирует и каковы наказания за подобного рода нарушения? Ну, как бы достаточно сложно именно выявить эти факты нарушения. Как бы, то ли это торговля, то ли это человек стоит там у лотка, условно там рассматривает что-то. То есть, когда подходит контролирующий... Факт передачи денег, скажем, является... Вот я же говорю, что не так-то просто. Он говорит, я взял подержаться. Поэтому на лотках ставят там небольшое количество там выставочных образцов в случае, если он просто разворачивается и уходит. Вот, и поэтому взять его за руку и привезти его там, скажем так, административку сделать, достаточно сложно. Да, и там минимальный идет штраф там от 500 рублей за такие вещи. Это какая-то незаконная торговля, нарушение правил торговли. Эти вещи изымаются. Ну, за ними там как-то там приходит. Кто-то приходит, я не знаю. Кто осуществляет контроль за этим всем процессом? Ну, все те же самые органы, что и за другими. Роспотребнадзор, в нашем случае еще как бы МЧС. Конечно же, там милиция общественной безопасности обязательно тоже. Все имеют право. Вот, если, к примеру, пиротехническое изделие, ну, скажем так, отсырело, как, что можно сделать и что нужно делать для того, чтобы привести его в пригодное состояние? Может быть, погреть там где-то при высокой температуре? Ну, как бы первое, нужно выявить, как бы отсырело это изделие или это просто конденсат. Возможно, они его приобрели в магазине, а потом навозили в багажнике автомобиля. То есть, в холодное время суток продукция, естественно, может принять температуру окружающей среды. Потом, когда его заносят в помещение, теплый воздух на холодное изделие может там образовать некий конденсат. Все просто. Человек берет, кому кажется, что вот оно мокрое. Оно не мокрое. Это, скажем так, просто может такое случиться конденсат. Но если оно действительно отсырело по каким-то причинам, багажник протекает, я не знаю, в автомобиле... Хранилось где-то в таком месте, может такое быть? Ну, все, я не исключаю ничего. В принципе, все бывает. Где-то, не знаю, перевозили в машине, тент прорвался, протекло. И продавец и покупатель там сам об этом не зная, открыл коробку, достал, оно влажное. Такое изделие нужно вернуть продавцу. Если оно было приобретено у них в таком виде. Если же вы каким-то образом выявили его сами, что в процессе вашего хранения оно вас намокло, его нужно утилизировать. Ни в коем случае не применять и не сушить самому и ничего с этим не делать. Любая доработка небезопасна. Поэтому, скажем так, может быть это будет все здорово, ярко и замечательно. Но может и нет. Вот если заранее приобретать пиротехнику, а где и как ее правильно хранить? В любом сухом помещении. То есть, для того... Особых специальных каких-то условий для этого не требуется. Достаточно, чтобы было сухо и вдали от электрических приборов, чтобы оно не перегревалось. А когда вот наступает эта предновогодняя востребованность? Я сейчас понимаю, что этот процесс набирает обороты. Он когда начался? Как заблаговременно люди беспокоятся о том, чтобы их праздник был красивый? Как правило, основные продажи, сколько бы мы ни кричали, как говорится, в себе не рекламировали, не предлагали дополнительные акции. Основные продажи, конечно, приходятся после 27-го числа. Я бы, конечно, рекомендовал людям делать это немножко раньше. Хотя бы до 27-го. Последние эти три дня особенно, 29-е, 30-е, 31-е, конечно же, идет достаточно большой поток клиентов. И на самом деле их не так много. Просто когда точка способна пропустить, грубо говоря, в час условно 10 человек, а их приходит 12, то уже 2 стоят в очереди. Вот в чем дело. И поэтому создается иллюзия такого ажиотажа, повышенного спроса. На самом деле, просто-напросто немножечко, как в Краснодаре, пробки организовываются. За счет чего? За счет того, что где-то какие-то перекрестки не способны пропустить это количество машин. Ну да, просто потому, что много машин. Да, сейчас действительно эта неделя у нас повышенный спрос. И у нас там, скажем так, повышенная ответственность. Ну, если вы заговорили о машинах, в основном на улицах городов, иномарки, а в магазинах, на полках, кто, собственно, производит? Отечественные производители есть, они появляются в пиротехнике? Ну, конечно, есть отечественные производители. Но в сравнении с теми предложениями, которые идут с китайского рынка, как бы они немножечко не догоняют, я бы так сказал, по скорости. Потому что, ну, как бы Китай, в принципе, законодатель. В свое время, как бы считается, что и порох там был запретен. То количество, тот ассортимент и те цены, которые предлагает китайский производитель, российский до сегодняшнего дня не может конкурировать. То есть, российские изделия, это в основном бенгальские огни, хлопушки. Это те вещи, которые делаются достаточно просто. Низкотехнологичные, скажем так. Да. А вы, как реализаторы, какие-то требования предъявляете к поставщику? Вот партия товара. Вы смотрите, какое оно должно быть. Что за требования, собственно? Вы же в конечном итоге потом отвечаете. Да. И не только рублю. Конечно. Мы отвечаем и принимаем, и, как говорится, благодарности и пожелания. В случае, если претензии, то мы всегда на них реагируем. Всегда быстро, четко. Не исключая, что бывает иногда, там, не знаю, там, ракета, которая там имеет стабилизатор, там, длину, там, не знаю, метр. Пока ее там везли и сломали. И что там, как-то вот, нельзя же так просто повернуться спиной, сказать, вы нам больше не покупатель. Нет, конечно же, мы очень, очень ценим наших клиентов. Что касается требований, я не ответил на ваш вопрос. Значит, на самом деле мы отслеживаем производство, начиная с Китая. То есть, вот уже в январе мы уже будем там. Уже, собственно, в этом году мы... Это уже в январе пойдет речь о продукции на следующий? На самом деле, в октябре и ноябре делается заявка на следующий сезон. А в январе идет уже первая партия, которая отсматривается именно уже в работе, в действии. А срок годности, кстати говоря, существует какой-то, если... Да, в большинстве случаев это три года. Да, это то, на что стоит обращать внимание, на изделие какой срок годности. Некоторые продавцы, я бы сказал, поступают немножечко не очень, так скажем, честно. То есть, называя там скидку какую-то там высокую, не буду говорить, а что они делают? Они, да, действительно, там не предлагают эту скидку, но продают изделие, которое уже с истекшим сроком годности. Это наркозуемо? Да, конечно же, это нарушение правил торговли. А я понимаю, что сейчас вот продажа пиротехники, это не только, ажиотаж не только перед Новым годом, но какой-то большой праздник, даже семейный, уже не обходится. То есть, работа есть круглый год. Ну, конечно же, как сказал один замечательный человек, народу нужно не только хлеб, но еще и зрелище. Вот, если хлеб есть, почему бы не встретить, не отметить ярко, красочно, феерично. А у нас меньше минуты, дайте несколько рекомендаций, как специалист, как безопасно встретить Новый год. Обязательно обращайте внимание на технику безопасности, на инструкцию и выполняйте ее. Если хотя бы там 50% с того, что написано, будет исполнено, то ваш праздник будет замечательный, яркий, праздничный, красочный, фееричный. Я благодарю вас за участие в этой передаче. С наступающим Новым годом, Сергей Иванович. Спасибо большое. А телезрителям я напомню о том, что актуальную предновогоднюю, новогоднюю тему в программе «Факты и мнения» сегодня мы обсудили с руководителем Торгового дома «Салют» Сергеем Горбачевым. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»